Была даже богиня такая, Немизита, которая отвечала за возмездие. Она врушает силы и возможность тому, кого обидели Немизиту, чтобы она наказала дам и установила справедливость. Вот мы последователи Немизиты. Защита гражданских прав это защита отечества. Одну секундочку, пожалуйста, я запишу продолжать. Как я говорю, что технически никому отрывал бед. Еще слово, а мы вас попросим выйти. Он вас попросил. Алексей Иванович вам пишет тысячу письм в разные организации. Вы на них не реагируете, пишете чушь. Не согласен, не найду другу закона. Я у вас спрашиваю, можно ли осуществлять продажу, поставку электроэнергики из лицензии? Они не осуществляют продажу. Нет, нельзя и запрещено. Я элементарный вопрос задаю. Я в правовом поле нахожусь или нет? Вы как гражданин Украины находитесь в правовом поле? В правовом поле. В отношении подключения меня, заключения договоров. В соответствии, как заявление написано, по постановлению инкарде. Ну, я от ее имени наоборот. В правовом поле или нет? Дайте мне ответ, пожалуйста. Давайте по существу, потому что это очень общий вопрос. Это по существу. Если я не в правовом поле нахожусь, то я пошел. Ну, до свидания. Пожалуйста, вы тут граждане Украины, как и Галина Ивановна, находитесь в правовом поле. Я у вас спрашиваю. Существует закон про рынок электроэнергии? Существует. Ну, вы что-то умничаете, я так вижу. А это ответ от ОПЛЭНЕРГО. Только что вы говорили, что ничего не видите. Так что вы определили... Подождите, у меня официальный ответ ОПЛЭНЕРГО. Или вы где-то за угла. Вы не в ОПЛЭНЕРГО находитесь? В результате которого комиссия рассматривает... Вы присутствуете или не присутствуете на заседании? Я присутствуете. Давайте не давайте оценку. Я вам письменно пишу. Хочу заключить все необходимые договора. ОПЛЭНЕРГО вам отказало в этом? ОПЛЭНЕРГО, да. Из-за этого спорный момент? Спорный момент, суть вопроса. В чем заключается? Вот компетенция комиссии, здесь присутствующей, НКРЭН, ОПЛЭНЕРГО, ОПЛЭНЕРГО, специалистов ОПЛЭНЕРГО, конкретно в чем спор между заявителем и лицензиальным? Объясняю вам. На прошлом заседании ИКЦ, которое не было отражено вот как раз в документах, вот данный сотрудник, по-моему, говорил у меня. У кого есть лицензия? Скажите, заявите. У нас нету лицензии. В связи с этим, на следующий день, на следующий день, я обратился до органа, который защищает права потребителей. И написал, что я хочу заключить договор, если не за належностью до вас направлено НКРЭКП, прям пишу статью закона, то отправьте, пожалуйста, за належность. НКРЭКП вырешила, что это компетенция Харькова ОПЛЭНЕРГО. И в данном же заявлении я пишу, взять под контроль заключение данных договоров. В связи с этим был вопрос, НКРЭКП, а чего у меня еще до сих пор нету этого договора, почему вы не выполняете своих посадовых обовесков? Вы направили в ОПЛЭНЕРГО, не я. И вы создали эту комиссию. И решение в ответе. В ответе. Решение уже вынесено юристом в ответе за подписью. Порушник в данном случае. Которому нельзя направлять звернение, к которому скаржется на него. А у него еще и голова и разглядает. Дуже цикало. Не видите порушения закона? Кто на вас направил на розгляд данного загрязнения? Вы не имеете права даже его читать, данную скаржу. А вы ее рассматриваете. Какой будет с вашей стороны ответ? Я предлагаю ввести отменить сегодня решение о создании комиссии, так как я не имею права участвовать в ее работе. И не рассматриваете. Потому что вы, к сожалению, практически сорвали заседание комиссии. Сорвали? Да. А вы знаете, что я вам изначально сказал, что вы не имеете права проводить данную комиссию? Ну, надо было на этом выяснить. Представляете? Надо было, да. Наконец-то право нарушено. Вот где. Вы представляете, вы сами выяснили, а? Да вы просто... Что вы еще там хотите увидеть? Коды, паспортов, чтобы удостовериться. Прописка. Даже с оригиналом документа. Прописка. Увидеть. Галлины Ивановны. Идентификационный номер, код и паспорт, ее копия паспорта, чтобы удостовериться в прописке. Да, да, доверенность. Вы видите? Да, вижу. Вы видите. Она в соответствии оформлена с нормативными документами на дату оформления. С моими документами вы можете ознакомиться. Да, да. Могли бы узнать, кто вас сопровождает, чем вес он представляет? Он представляет интересы Галины Ивановны в качестве технического. Я привлек данного человека для осуществления фиксации нашей встречи с вами. Если он представляет интересы Галины Ивановны, я думаю, что от него тоже должна быть доверенность. Я его заключил в рамках данной доверенности. Вам Галина Ивановна поручала звучать в рамках? Это где-то сказано? Почитайте. Данная видеосъемка в связи с тем, что ваши так называемые акты отвидрезняются в реальной обстановке, которая происходила при рассмотрении справок. в связи с этим, где необходимо собрать материалы, доказы, ваши действия. Хорошо, давайте начинать. Можно, Алексей Иванович, с вами немножко, будет лучше видеть всех. Мы вас внимательно слушаем, Алексей Иванович. У нас заседание комиссии? Да. Да. Кто у нас глава комиссии? Скичков Владимир Владимирович. Я. Вы глава комиссии. У меня к вам вопрос. Вы можете представить, кто присутствует? Да, конечно. Олег Анатольевич, членов комиссии. Олег Анатольевич Зубричук. Государгонадзор. Александр Викторович Бринников. Государгонадзор. Василий Федорович Безьязычный. Полностью дам вам по самым. Вы же комиссию спрашиваете или в организацию пришли? Да, мы же члены комиссии. Василий Федорович Безьязычный. Создает организацию Инкаре КП. Я думал, что... Три члена у нас комиссии. Почему? Больше четыре. Кто еще? Около четыре человека. Вы глава. И три члена. Ну, я тоже член комиссии, хоть и глава. Правильно. Да. Члены три, глава. Членов посчитали. Посчитали, да. Давайте переходим к сути вопроса. Кто остальные присутствующие? Представители Инкаре, представители наших структурных подразделений, юристы. Хорошо, давайте не терять время, просто... Давайте. Давайте работать. По поводу чего мы здесь собрались? Я вас как головой спрашиваю. По поводу вашего заявления Галины Ивановны. Какова? Зачитывать? Да. Какой дат, заявление было? Входящий. ЗСС 396 24-24-19. Какой датай к регистрюме он отъявил? Ну и все. Входящий. Нет, только есть входящий. Есть подпись Галины Ивановны и дата. 24-04-2019. На какой ответ? Это скарга у вас? Скарга на порушение закона Украины про завернение громадян. Мы ее рассматриваем или что-то другое рассматриваем? Да, в данном случае ее рассматриваем. То есть мы именно будем по закону завернение громадян рассматривать? Ну, по сути, вопрос. Вас же интересует не столько порушение закона про завернение громадян, сколько, я так понимаю, решение вашего вопроса по сути? Меня интересует два вопроса. Существо и неналежный рост за меня громадян. Я вас уточняю, что мы рассматриваем? Мы рассматриваем скаргу на порушение закона Украины про завернение громадян. Написано Сиденко Галина Ивановна 24-24-19. Что стало причиной написания данной скарги? Давайте, вот я у вас хочу спросить, так как вы представляете интересы Галины Ивановны, что стало причиной написания данной скарги? Наверное, ваш ответ, который приложен вам. Да. Да. Вы ссылаете, Галина Ивановна в своем заявлении, да, ссылается вот на этот ответ. На этот ответ? Да. Этот ответ в связи с чем был направлен на Галину Ивановну? На основании какого обращения вы давали данный ответ? Входящий от 12 до 3 до 19 номер 482, электронная почта. Стосовно видновленное электропостачение до будинка садимничной делянки 338, растошевленное в обслуговочем корпоративе садимничного товариства АКВА та укладание договора про постачание электричной энергии. Поднимите этот документ входящий. Мы сейчас рассматриваем вам всю переписку. Давайте по сути. Нет. А, дело в чем? Галина Ивановна к вам не обращалась. Очень интересно. В соответствии с этим я у вас хочу спросить. На что вы давали ответ? Мы поднимем этот ответ. Ну вы же готовились как-то, поднимаете ответ к данному заседанию. Насколько я знаю, я обращался в НКРЕ КП, и там совершенно не просилась у БЛНРГ что-то делать. Вот мне интересно, на что вы ответили. Вопрос заключения договора электропостачания не НКРЕ КП, а Харьков БЛНРГ. На АНИЕ ваше заявление было переправлено по причерпности. За аналежностью? Да. Вы об этом сообщили заявителю, что вы за аналежностью ведь правы? Конечно. Сообщили. Об этом заявитель не знает ничего. В связи с этим у меня возник этот вопрос. Одним письмом я отправляю на ИКЦ, или на Харьков БЛНРГ, и на ПРА, и здесь же в КОПИ, мы отправляли его. Есть письма, все зафиксированы. А я вам говорю, что если вы отправляли, то, наверное, заявитель должен получить. Заявитель от вас ничего не получил. В связи с этим у меня возник вопрос. На что же отвечала БЛНРГ? На ваше то, что вы перенаправили? Как выяснили? Я вам скажу. Ну да. Что в данном заявлении было поставлено, какие вопросы, и какие ответы должно было дать вам БЛНРГ? Вот объясните. Давайте поставим в следующем образом. Вы сейчас, так как Галина Ивановна написала претензию, мы хотим от вас услышать. С чем вы не согласны? А я хочу выяснить все перипетии наших событий. На что вы отвечаете? Что вам пересылают? Вот было четко написано заявление на начальника отдела МКП, где три вопроса было. Чому до теперешнего часа зі мною не укладені всі необхідні договори? Согласно постановлению 312, до будинка 338 КП «Афель», чому ваша установа не взяла під контроль укладання даних договорів зв'язку в якості регулятора, що здійснює державний контроль та дотримання суб'єктам господарювання, що проводить діяльність у сфери енергетики та забезпечив захист прав спожилищин. У мене було питання до інкарі. Чому воно у вас третий і послідний? Чому ви як керівник особисто виявляєте службову недбанність? Я спрашиваю, де ви должны были отвечати на данный вопрос. Об'ясните. Поэтому, вот, мы выжили на то, что, по сути, это вопрос о присоединении вашего участка к сетям Харьков и Болгарни. Суть вопроса. Ну, вот, сейчас вы так решили, да? Какое там мнение, кого это мнение? Хорошо. Смотрите, вот ваше заявление. Вот оно зашло. Какое дата и на зашло? 24 на 4. И вот сразу, в этот же жгель, 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 в этот же жгель. Вы посмотрите. И в адрес Прата АТ и Сиденко Галины Ивановны. Да уж я вам дам возможность повторно проявить компетенцию. Я же вам писал свои справи. Вы не нужно тут этот самый... Что не нужно? Умничать и рассказывать... Я не умничаю. Вы спрашиваете. Нет. Видите? Направлено. Вот правильно. Это второе заявление. А дан ответ по первому заявлению, которого еще не существовало в природе. Потому у нас будет отдельный разговор с вами. Ну, во-первых, у вас... Вот вы отвечали на данное заявление. А можете подтвердить? А где у нас в природе? Ты не брал? Бывшие звезды, да? Вот оно с вашим входящим сотрудниками. Вот оно, это звезды. Которое вы переслали, так называемое. Ну, это у... Не у меня заявление было адресовано, а у меня карьера. Я у вас спрашиваю, на что вы ответили? По сути. Вопросы. Вопросы. Есть у нас закон об... Сейчас я вам дословно расскажу, как он называется. Про рынок электроэнергии существует. Переходные положения у нас когда закончились? Заявитель написал, что он желает выконать вымоги законом и реализовать свое право на заключение. Это обязанность даже, это не право. Потому что позже споживать в мае заключать договор с постачальником электроэнергии. Вот на реализацию данного закона, в законный способ было написано заявление. Дважды даже написано заявление. На чье имя там? Чтобы мы понимали, о чем идет речь в данном случае. В данном случае сейчас мы вам будем продемонстрировать и показывать. Владимир Ильич, я что предлагаю? В принципе, вопрос знают все. Мы рассматривали уже на СИКЦ. Уже на СИКЦ. Мы рассматривали на ИКЦ. Про социальные нормы тоже должны соблюдать. На ИКЦ здесь, с 12.07.18 года, это еще не вступило в силу, согласно правилам розыгрыша. Положение, да. И поэтому здесь все расписано хорошо было на тот момент. Сейчас, 19-й год, начиная с 01-го, уже есть лицензия на распаде ОАТ. Есть лицензия на постачание у ПРАТ. Все есть. И теперь, Алексей Иванович, нужно аргументированно изложить, что в данной ситуации. И поэтому, по сути вопроса, что мы с него требовать рассказать по сути. По сути, он раз писал, два писал, три писал. Одно и то же. Его нужно заключить договор и подключить к СИКЦ. Соответственно, законам вы согласны. Поэтому, что я прошу сейчас? Шевченко, или кто-то, или юрист будет отвечать из вас. Вот, по полочкам все разложить. Все, что там было. Не, подождите. У нас комиссия должна принять решение. А не юрист. должно быть у вас есть графа в решении комиссия вырешила шумановой алексей иванович василий федорович не говорит о том что юрист должен вынести решение в ответе решение уже вынесено юристом в ответе за подписью порушника данном случае которому нельзя направлять звернание якому скажется на него они лучшие голова и разглядает дужи цикала не видите порушение закона кто на вас направил на розгляд данного вы не имеете право даже его читать данную скажу а вы ее рассматриваете какой будет с вашей стороны ответ я не имею права участвовать ее работе у нас есть совместный протокол и приказ министерства топлива и энергетики интерьер кп на надзора все я украину и там определено кто и в принципе это не мы определяли не я не александр диктович как начальник кто определил я нести данный вопрос на комиссию у меня элементарный вопрос кто сказал на комиссию вынес я вы вынесли ими по вашим просили чтобы в вашем присутствии рассматривался вопрос правильно по поводу порушения сгадания грамотян да вы проанализировали все вопросы которые можно дали вычеркный ответ после этого вычеркного ответа я написал скарбю смины сгоды вы не согласно соревнования как вы вы что переслали мою скарбу на интерьере я не пойму как он вынес эту скарбу на рассмотрение это я перед заседанием спрашиваю что вы рассматриваете ваше обращение уголовые позади если последний вот это обращение что он поставил на рассмотрение комиссии оказывается вы тут что-то ставили он не знает вообще что происходило и как повар по вашей старте мы с вами отдельно разберемся у меня вопрос по скарги опал энерго в обл энерго а там точно такая же чуть-чуть получше написано старого интерьер не интерьер должна собрать своих специалистов и будем решать с интерьер данный вопрос кому я должен собирать это и вам определять это во первых мы установим это в судебном заседании кого вы должны были вы дайте ответ если вы не хотите в присутствии заявителя рассматривать скарбу мы вам дали ответ и пригласили вас для рассмотрения скарги пригласила комиссия то что это происходит на территории обл энерго потому что в данном случае обл энерго является обеспечить организацию проведения комиссии что мы рассматриваем я вас еще раз спрашиваю неправильное поведение карьер и неправильное поведение ваше в любом случае возможность подключения электроэнергии вашего садового следовательно мы не по закону про звали негромодян рассматриваем сейчас вопрос а рассмотрел вопрос по сути но мы не касаемся звали негромодян закона эти же вопросы связаны не а ну не чья они разных вещах она тянет одно порушение за другим но она не умаляет взаимопоглощение ну получше то что мы рассмотрим изначально вопрос вашего присоединяя вашего участка сетям харьков углу изначально вот изначально я вижу что у вас инициативу управляет нкр етп да она говорит что в соответствии с законом я нахожусь в правом поле правильно или нет как подключить ваш садовый дом и корректор я элементарный вопрос задаю я право поле нахожусь или нет вы как гражданин украины находитесь в правовом поле правовом в отношении подключения меня заключение договору в соответствии как заявление написано о постановлении карьера ждать ее имени правовом поле или нет дайте мне ответ пожалуйста давайте по существу потому что это очень общая это по существу если я не правовом поле нахожусь то я пошел граждан украины как и галина ивановна находится правом поле мы сказали что мы рассматриваем заявление по сути по сути по сути давайте по сути заявление было написано три раза по поводу заключения всех необходимых договоров соответствии с постановлением по 312 заявитель желали не просто желает об иконы вы могли закону и хочет заключить все необходимые договора он имеет на это право в законном поле он находится не в законном поле вы можете дать ответ или нет алексей можно вмешаться на раму слов сказать энергонадзор я сейчас интервью как а потом нас я масса как я задал вопрос вообще на чтобы я вышел и вышли я не перебивал я просто хочу понять лучшего этого здесь сейчас мы рассматриваем здесь комиссии нет свою компетенцию правильно вот поэтому я как член комиссии как зубычук хотим четко знать чем у вас спорный вопрос возник результате которого вот комиссия рассматривает вы присутствуете или не присутствует я вам письме напишу хочу заключить с ней необходимые договора алексей азербанк сказал об этом оба на года из-за этого спорный момент спорный момент суть вопроса в чем заключается вот компетенция комиссии здесь присутствующих специалистов облана конкретно в чем спор между объявляемом и на прошлом заседании кс которая не было отражено вот как раз в документах вот данный сотрудник по моему говорил у меня у кого есть лицензия скажите заявите у нас нету лицензии связи с этим на следующий день на следующий день я обратился до органа который защищать права потребителей и написал что я хочу заключить договор если не за наличностью до вас направлено инкарье кп прям пишу статью закон то отправьте пожалуйста за наличность инкарье кп вырешила что это компетенция харько облэнерго и в данном же заявлении я пишу взять под контроль заключение данных договоров связи с этим был вопрос инкарье кп а чего у меня еще до сих пор нету этого договора почему вы не выполняете своих посадовых обовестков вы направили в облэнерго не я и вы создали эту комиссию алексей иванович вот поэтому мы сейчас для чего собирается комиссия для того чтобы выслушать все стороны найти пути решения либо объяснить почему это не воздушный вопрос прошу в правом поле про я хочу услышать от регулятора защиты правопотребителей да и нет у нас нет здесь почему так тяжело здесь члены комиссии голова комиссии и члены комиссии все остальные приглашены в том числе и заявки а здесь получается что вы ведете комиссию и как вы считаете на свою рост вы так все это делали трактует мы пришли на вас разочарую я уже зачем мы обеда не мое мнение кстати мы обязаны разной гадимой вопрос по сути у нас есть регламент вы по сути он должен быть оглашен и для того чтобы рассматривать головой и конец ордор то что вы написали собаки это компетенция харькова заключает договор какие требовать документы все это расписано и не не я контролирую как представителем карьера территории харьковской луганской области заключен договор не заключу договор то что вы хотите вы существуете прав потребителей защиту да если если наш лицензиат не прав то мы даем предписание высказано свои требования если нужно проверять поживаешь мая проверяйте договор или нет маленький право но для того чтобы заказать договор не нужны определенные условия мы сейчас пытаемся услышать мнения харькова вы так и не даете сказать слово можно да сказать давайте мне предоставь я хочу сказать одну секундочку пожалуйста я запишу продолжать так я говорю что технически не командовал еще слово я вас попросил выйти будет вас попросили не таким то есть еще раз споживач електричная энергия побудовый споживач електричная энергия это та особа с якою укладена договора а если договора не мая это не споживач не побудовый споживача соответственно закон о рынке про рынок электричной энергии так что не приписывайте себе тот статус который у вас нет я у вас спрашиваю существует закон про рынок электроэнергии существует у меня зарегистрированный дом которым подключены мережи ваш дом подключен думаю решит до товарищи сгоден с целью до циклом и полностью святоска про реестрацию будинку демонстрирую вам все кому належить вот эти вот мережи вам задумаю товарищи то есть цикл длинновластность спирас унистовласт да и карьер кп вы вот как вы начальник отдела по моему да вы считаете себя структурным подразделениям или которые национальной комиссии вы подчиненные или нет почему вы починены а вот вы знаете что ваша позиция не соответствует вышестоящему органу ваше личное нет это не мое мнение у меня есть письмо вышестоящей комиссии за подписью форма его где он пишет что я имею право заключать все договора и пишет сроки когда я имею еще с 11 12 2018 года у меня должен быть договор чтобы на это старт пожалуйста ознакомьтесь и определяет что такое сити кооператива малоэнергетические нарежи получение лицензии не получение лицей такого это еще двадцатого восьмого восемнадцатого расписывается да из завода про рынок электроэнергии постанова текста 12 мало система расподил это мало система расходила это садов и товарищи ну а нас так уж она была и александрами набула тело статуса то что роботы все теперь и даются так тут я вы перестанет кто-то во многом садов и защиту прав потребителей осуществляет или что вы делаете спросите спросите почему не правом поле находится копирать и я вам это информирую я вас спрашиваю я вас спрашиваю можно ли осуществлять продажу поставку электроэнергии без лицензии нельзя не запрещено почему я оплачиваю за продажу электроэнергии я сообщаю про порушение вы мог закону вы как регулятор дожди в силу дальше расскажите в какой части вы с вашего взрыва это указано да а вы являетесь членом кооператива конечно непосредственно непосредственно то есть вы распоряжаетесь теми же сетями которые внутри кооператива в рамках своей доли меня требует предоплату продает и оплачиваете две большие разницы подключение к сетям облака правильно чтобы заключили сами дома я опять же я в соответствии с вымогами постановы 312 прошу закрепиться мы все необходимые причина была отказа там же указано какая-то была причина вот я же написал ска есть я нахожусь правую боль мне не дали ответа на основании какой нормы закона мне запрещает это сделать это требует закон про звание громадян указать четко норму законов по какой нельзя удовлетворить в моде заявника этого я не увидел связи с этим было написано жалоба и требуют дайте мне норму закону которая запрещает мне это сделать мне рассказывают там были лица не были лица но нормы закона ссылки ни одной нет я ссылаюсь на норму закону мне в ответ описание художественной литературы конечно получил ну там же все в движении пространстве во время еще происходит я повторно написал заявление уже 4 апреля на 5 и какой реакции но при этом да так и тоже действует это действует вы написали что вы не можете заключить пока вас нету лицензии лицензия вас хорошо сичния 19 года почему никаких телодвижений не происходило ну да да ну вот уже все есть высылали что у вас нету лицензии карьер там подписывалась шоу на на выполненную закону а оба номера все дала все документы для дошел бы выполнить а интерьер не хочет давать лицензию теперь он уже добывал тебя полная не хочет ничего делать не хочет какой-то от них имейте хотя бы устно те что письменный ответ да безжедные ссылки на вымоги закону не и забронять миниции забыть кто-то думал на работе пояснение он же читал но он сам же подписал и вот он может дать пояснение норма законы и заброняне подписать этот договор все договора необходимы ответ был после 24 конечно не не поднимать у вас проблема была с лицензии с первого сентября и у меня лицензии проблема была вы как в член комиссии вы подписали шоу вы установлены мая лицензии значит не можем удовлетворить на какое число на 3 месяц не на апреле а мы тогда рассматривать седьмой месяц прошлого года мы рассмотрим не было лицензии но он уж получил а ты там вот сейчас мы рассматриваем уже в мае месяце до последних было заявление которое было касательно этой темы правильно обновлен после того заседания комиссии на к ц и обратился до вот она он же шумный орган у нас в карьере как и отправьте за належности кто должен не со мной заключать договор он обратно углы на работе на вам дал ответ что опять не могут вам заключить и да вот после января есть ответу до которая скарживается вы давали ответ да конечно что нельзя со мной это включить договора что еще результатом я добил вас это стало результатом рассмотрения сегодняшней комиссии то это вопрос я не пойму кто не собирал чего собирал я другой 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 определитесь уже пожалуй во главе всего стоит вопрос о присоединении вашего участка сетям харьков углы не не харьков углы не вы читаете вообще концепцию европейскую этих законодательств данном случае харьков углы как оператор с остальным орган регулятор но вы сейчас к словам просто придирать я не определяю я дешево по сетям вы хотите присоединиться к сетям садового товарищества вы присоединены я не к сетям я хочу заключить все необходимые договора с кем со всеми участниками иные рынка в данном случае мы можем говорить только вашей части я могу заключить с вами договор вот видите мы смотрите мы вот с вами потратили уже три минуты вернулись к тому что потому что вы расставьте какие-то барьеры я обратился к вам четко 312 выполнение законодательства вы вместо данных я написали вы ничего не предложили вы мне написали нельзя почему ни одной нормы закона нет покажите мне хоть одну норму где я вам подавать давайте вы не будете ставить ультиматум хорошо я не знаю мы же его мы рассматриваем ваш ответ я спрашиваю я вас прошу немножко немножко себя вести корректно немножко сбавить то потому что такое ощущение что же он не дает наводить вы очень может быть громко я извиняюсь но я полностью коллег по этому здесь собрались чтобы рассмотреть ваш вопрос по сути данном случае идет речь о призывании к сетям харьков-дунар как оператор этого за ищем не про что вы тогда просите с вами делал просит от вас заключить с ним договор на что в соответствии с постановлением нет ли на что договор конкретно что на что конкретно вы хотите заключить договор сформулируйте свое требование на поставку я хочу быть постачанием электроэнергии харьков-энергия оператор системы расхода не занимается так законом вы керуете я вам дал ответ вышестоящий инкарь екапе где четко черным по белому написано алексей особо ланая хозяй не надо мучить допустим вот и такой-то да все мы с этим согласны и на вашу вот вот про что спрашивала сформулируйте глазка про счету вы прочитали про что имел ввиду с вами заключить а проще орган регулятор проще вы не можете упрашивать не спроинспектировать членов комиссии на и что вы хотите пожалуйста здесь комиссия просто обсуждается так вот когда вы спрашиваете она у ответ задать вопрос а про что тут написано вы знаете сами читали я вам даже выделить почему почему выделили повторите вы лицензию от рима на распуде договор мы можем подписать в соответствии с вашей лицензией згідно праву да реализует подавайте заяву в ответ на чинный паспорт точки коммерциевого облика згідно пункту першого я вам обратиться в письменном виде что вы мне ответить нельзя вы подаете одновременно с заявой должны подать выполненность чинного паспорта в точке коммерциевого облика все вечно разглянули звернення грамадянина и написали что он с вами не может ничего заключать где там такое что не может найдите не может вы не читаете ли что нет прочтите вы же говорите там есть фраза что он не может заключать таким чином харьковолга не маять и встав для укладания с вами договорил споживаться на данный послуг с распуделом электроэнергии в посредний пункт потому что у вас не было лицензии вы ее отримали теперь у вас есть все права и полномочия цель стосовалась а выходит чистое амбулы цель розгляду до першого сечня 19 на той час че вы маете на увазе еще після того як вы написали три роки тому мы будем разглядать и вы понимаете нам вообще присутствуете здесь или нет а у вас зрение все хорошо со зрением не данных вашим осознанием не помещал после заседания который вы ссылаетесь первой комиссии на следующий день я обратился с просьбой заключения договора попросил разобраться кто же должен за мной заключить переслали вам и это уже мы не рассматривали данное заявление еще раз это новое заявление который рассмотрел алексей 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 и решил что это ваша компенсация по сути вместе с подачей заявления есть существующий следующий документ который негативно часты на договору а именно паспорт точки коммерциям вот же заява на было оформлено вы написали что заявление не было оформлено я не отвечал и ничего не писал ну вы что-то умничаете я так вижу а це ответ от опал энерго только что вы говорили что ничего не видите так что вы определите подождите у меня официальный ответ опал энерго или вы где-то за угла вы не в опал энерго находитесь который всебично и полностью разглянув данное зверкание перестаньте разговаривать вопросами я не вопросом я вам в русле закона в ему закона вы пытаетесь какие-то рамки чего-то там символ регулятор дал я вам на ознакомление дал это письмо чтобы обязаны со мной заключить связи садим скарга было написано и заключаете со мной договор и после каких дат это указано если есть основания да если есть основание то если есть основание ну а саммельчу раз малоэнергетические сети он расписал что такое что к оператив должен был один пикать еще раз на сегодняшний день правило нам предписывают заключение на расходе на основании двух вариантов либо в результате показания послуг с приемными набору в результате формы властью для кого выпадку тусуется данного будь ласка не на форме властности чем задание послуг с приедания на что-то созрели мы прочитали пожевать не шовен потребляя электроэнергию зобов я за ный подписать договора я ее потребляю и хочу в соответствии с вымогами закона быть в правом поле всего лишь навсего вы мне ответили безжедной ссылки на вымоги закона каким забороняется не вы почему вам не забороняется вас просто не маять став это разный вы просто перекручуете слоя забороняется и не маять став это разная вещь это задоволняемую муху заявника чинить как какой часть часть его звернение вот вы читаете вы далее ответ задовольняемый заявника чинить закон вас определяет должен вы должны по закону если вы отказываете не задаваляете вы могли то есть я хотел заключить договор вы не захотели мы не захотели у нас нет педстав мы же должны я еще на праве на праве на праве вас под за он требует от вас есть определенная нельзя 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 в соответствии с законом то вы должны указать пункт и номер закон закон который заброняется из работы чтобы был человек правом поле вы этого не сделали связи с этим скоро написано все вы какие-то недомолки я у вас спрашиваю на основании вымог закона все не обоснования ваши а норма закона камни чипа забороняя реализация моих прав я обратился в инкаре к.п. вышестоящий орган мне сказал можно после этой да все вышестоящий орган вот я этим этим письмом дальше вы некомпетентны извините меня ну так что вы бы звернулся заяву я пропозит владами договору про хозяйствующий субъект должен дети по закону точно регулятор говорит что вы вне закона не говорите не имеет права заключить регулятор когда услождают либо нарушили либо нарушили выдают либо обоснованного расскажу он написал когда вы получите лицензию только тогда вы или со мной сможете заключить до вы поведности доза лицензию вы получили повед поверенности доза правильно правильно вы направо проблема а что я сделал направо очень не что я сделал я изъявил желание а вы мне в своем ответе написали что договор с вами будет заключен как только выставьте мне счет я вам оплачу его выставляйте мне счет это будет договор вы мне пишите что есть еще от выставлен и он оплачен заключен договор выставляйте дайте мне счет дайте мне счет дайте мне счет еще раз вы звернулись до нас у ответственности до того как надается пропозиция на укладание договора я вам звернулся в ответственности до умов постановления 312 и на него ослабился алексей иванович давайте чтобы быть конкретно и поэтому до пункта 2 постанового уклада договора с поживача с расплодилось 10 шляхом проединения с поживачем вы не есть поживачем в этом а как же потребитель может стать поживачем если он не может с вами никак заключить договор вы перекручиваете просто словом я ничего не перекручу у меня ответ НКРЕ КП не я перекручиваюсь вы читать не умеете ли что я могу тоже громко разговаривать со ссылками на нормативные документы это сейчас нет а ваш художественное путия НКРЕ КП вживайки заходи пожалуйста разъясните НТРЕ издала нормативные документы которые необходимы выполнены для того чтобы они были выполнены есть требование потребителей с поживачком на даты все необходимые документы для заключения договора написать заявление там одна цепь ну то что не трекционные все вот это если вы предоставляете все это дело они не имеют права отказать они заключаются извините пожалуйста рынок электроэнергии не предполагает построение новых сетей он наоборот гласит что если есть сети вы обязаны мне эти сети дать для потребителя они существуют и я потребляю электроэнергии через какие сети а там все тюрьму было если вы вы мне хотите сказать что завтра завтра харьков был не захочет давать свои сети я буду строить атомную электростанцию сети для подведения своего этого что давайте так сети существуют никто не хочет и определили уже вот долго ничего не стало значит по настоять по состоянию на сегодняшний день есть документы вступили действие с первого сечня девятнадцать четкой поэтому для того чтобы алексей иван иванович свечать не вести эти самые разговоры про рынок про рынок и что все детально со ссылкой по пункт на что нужно требования дохода загласить то 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 иван для заключения договора на расходе необходимо то 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 после заключения договора в том числе с договором посвященную точную вещь по очереди все указывают правильник посмотрите пожалуйста вам указали церкви кп вы ставите закон ниже чем НК РКП это закон это не НК РКП оно имеет право толковать и создавать и пожалуйста вот оно и столкнуло таким образом оно специализируется в этой отрасли мне даже про поэтому не хочется просто будет трактовать как оскорбление побутовый споживач физичная особа яка використовую электричную энергию для забеспечения власных побутовых потреб что не включает профессиональную або господарскую деятельность на представе відповедного договору с учасником рынка в том числе за договором посвященную точную энергию с поживачем вот же выходящие за нормы закону ВНЕ с поживачем у вас конкретный случай рассмотрен вышестоящий организаций ВНЕ с ВНЕ с договором говорит что только после этой даты облэнегра с вами заключил договор с кооперативом они не могут вот только после этой даты четко эта ситуация рассмотрена и дан ответ а для того чтобы стать потребителем необходимо изъявить желание для начала стать потребителем вот заявитель изъявил это желание а вы его ограничите право не ограничивает этот закон тоже расписывается если вы хотите стать споживачем то там дальше заявитель сделал первый шаг желание вам высказать не по форме не в этом распишите что не по форме не правда пропозиция про укладание договору вы поймете заявитель имеет право ошибаться но органы дают только по закону вы уже сделали не по закону по закону не по закону не по без жодной утино нормативной документы значит мы протокол и конце расписываем все в законодательную базу и со ссылкой на каждый пункт документов ответовался то что ну там закон про электроэнергию про розвивный рынок кодекс и поэтому здесь все будет вам если вам что-то непонятно вот заявитель изъявляет желание чтобы вы сделали запрос в органы которые должны дополнительно вам разъяснить по опутсмену сделайте запрос паузу пожалуйста Алексей Иванович я вам показываю столкновение двух мнений вашего мнения и вышестоящей вашей организации в связи с этим запросите еще кого-то арбитром в данной ситуации это моя просьба основывается на вымогах закона конкретная ситуация там я обращался в антимонопольный комитет антимонопольный комитет посчитал что это не его компетенция направил в НКРЕ КП с детальным расписанием именно про акву именно эта ситуация расписана и когда и что можно заключать он еще новых что-то сверхъестественное вы можете закон я обратился мне дали вы мне говорите совершенно обратно я считаю что я в правом поле что это у нас происходит спасибо Алексей Иванович что вы уделили нам столько времени пожалуйста защита гражданских прав это защита отечества я выполняю гражданский двух регулятор расписал что да для регулятора есть и совершенно я тоже говорю с требованиями закона да совершенно не так я же не прошу незаконно что-то предоставьте все документы предоставьте те которые гапачок вам станци станцием гапачок напишите где написано гапачком танцевать договорничническая оператива гапачок танцевать с оперативом все в порядке все в порядке ну не все в порядке все в порядке согласно закону ну надо у нас и комиссия чтобы определить что у нас есть порушение или порушение закона нужно направить я в судебном порядке рассказал кто что должен делать когда будет тогда имеет право чем закончилось подключили а сейчас а в полном обществе заявок вы по-моему вы читали и там что просилось и апелляционное решение читали неналежное содержание дороги да это к электричеству нет а что про зеленые насаждения просто были про зеленые насаждения что у нас неналежное содержание зеленых насаждений к вам тоже был вопрос к нам это кому к взору к нам не было вопроса было я вам я вам отдельно еще запишу скаргу что вы не вжили заходи по зеленым насаждения вы сейчас уже утверждаете то чего не было было я к энергонадзору даже с вами по моему встречался в вашем кабинете просил вас вжить заходы по зеленым насаждения вы сказали это не наше питание мы рецензируем а энергонадзора имеет свою компетенцию полномочия правильно ну а теперь что зеленые насаждения или нет вопрос все деревья потери идут добро народное пропадает уголовная ответственность вы громкими словами и фразами оперируете и в ответ хотите спровоцировать в ответ то что такие же фразы как отец преследуется компетенция здесь этой комиссии систем по другому направлению захотел то что вы судеб хотите заключить договор не вообще вмешиваться нельзя в этот вопрос вообще нельзя куда господовский кодекс нам четко 6 статьей запрещает договорное решение показать которые отношения направляются нет для исполнения или просто показывается с вашей стороны кому-то а вы не знаете что практика необходимо пользоваться судебных решений я не совсем понимаю как член комиссии это вам заседание правильно а я не юрист здесь присутствую а как член комиссии правильно я что-то не совсем понимаю что не жалобы заявителя на НРКП и на 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 первое доказал что вы не споживач нет GP указан вы термин для того чтобы стать споживақё съемья необходимо заявить желание я и заявил желание нет alis то есть без желания можно меня оставить споживачем вот я не ж shoot меня провоцируете Алиса Иванович Вы решили цитируете вopsifik интересно там есть что там момент когда один скажем так человек зашел без разрешения на территорию другого человека мохаммед это мусульманство уже какой-то даже богиня такая не визита которая отвечала за возмездие она врушает силы и возможность там у кого она обидели не визит чтобы она наказала и установила справедливо давайте продолжим согласно вот мы последователи не визиты и так закон про рынок локтичной энергии указывает кто и таки есть пожелать не на основании его заявления на основании укладенного и не паспорт и точек распознаваться у нас правило нам достаточно а это постанова объектом и формула на паспорт . распознавал аппаратах системы распознавал немае право вот знаете что очень управляет чего я здесь вообще нахожусь вы мне письменно дали ответ полный и все бейджет перекричать полный и все бейджет вы дали ответ а теперь вы пытаетесь без ссылок на жённый и неполный документ зато кричите хорошо решили что почему вы не поумничали в письменном виде почему когда вам надавалась возможность это сделать почему вы не все бич на и неполный разряд как только мне к ркп даст лицензии почему вы не привлекли этого сотрудника написание мы подписали нашу ошибку что мы не привлекли этого сотрудника и привлечу привлеките и вы знаете что у вас ответственность скажите я а мы еще не рассмотрели потому что вы к сожалению практически сорвали заседание комиссии сорвали что я вам изначально сказал что вы не имеете права проводить данную комиссию ну надо было на этом и оставляйте что надо было да конечно право нарушено вот где закончик вы представляете вы сами вызвали а просто константин у нас слова просто алексей ивановича нет за интенсивности решить вопрос по существу нужна форма да алексей иванович вам пишет тысячу письма в разные организации вы на них не реагируете пишите чушь не согласен и найду другое закона вы глава комиссии мы закончили спасибо вам большое да и уважаем есть некоторые вопросы которые нужно обсудить с сотрудниками поэтому спасибо там ваш руководитель когда мы рассмотрим ваше звание не порушение вашей законопроизводитель комиссия закончилась уже да или и что когда я у вас дома буду пригласите меня тогда будет это ваша частная жизнь со мной уже тогда а так мы находимся в публичном месте а я какое там хамство сказал вам лично ну что именно что именно сказал вы будете решать это хамство уже спасибо большое вы просто не разбираетесь в хамстве я могу вас научить но видимо все можно назвать хамством с ваших слов так а то что так правильно спасибо не вы конечно пожалуйста провести вот у нас дверь давайте покажите куда идти туда аж а куда вы пошли до скорых встреч до свидания